Дорогие братья и сёстры, всех сердечно приветствую! Моё желание прочитать из послания апостола Павла Ефесянам с пятой главы. Тему я свою сразу обозначу. Звучит она просто «Будь мудрым! Будь мудрым!». Думаю, если бы я попросил поднять руки, сказать, вот какой бы, ну, кто из нас, из христиан, не хотел бы быть мудрым, ну, вряд ли бы руки поднялись. Все мы хотим быть мудрыми. Много книг написано на эту тему, разных книг. Разные каналы выходят, как стать мудрым, как вот правильно время своё упорядочить, как быть мудрым. Люди хотят быть мудрыми. А что же по этому поводу говорит Священное Писание? Хорошее это желание или нет, братья и сёстры? Давайте мы обратимся к посланию эфесянам. Вообще, о чём послание эфесянам? Апостол Павел пишет его в заключении, находясь за Слово Божие в узах. Это послание о славе Церкви Иисуса Христа. Очень красивое послание. Очень возвышенное послание. И делится оно ровно пополам. Первые три главы говорят о Церкви, а вторые три главы для Церкви. В первой части Павел показывает красоту Церкви Христа. Кто её глава? Иисус Христос. Что Бог её избрал, Сын искупил, а Дух Святой соединил всё. И вот эту красоту раскрывает Церковь Иисуса Христа. Вторая часть показывает на тот факт или тот момент, как Церковь должна жить, как должна поступать. И вот со второй части мне хотелось прочитать. Это Ефесянам, пятая глава, пятнадцатый и шестнадцатый стихи. Два стиха прочитаем. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Хотелось всего два пункта здесь выделить, которые есть в этом тексте. Вот когда христианин мудр? Первое, когда он поступает осторожно, а второе, когда он дорожит временем. Поступает осторожно и дорожит временем. Что значит поступает осторожно? Как христианин, ну, в практической жизни, как ему поступать осторожно? Итак, смотрите, поступайте осторожно. Апостол Павел как бы фокусирует взгляд особо, какое-то воззвание, итог здесь. Смотрите, вот как бы всех в одно направление, поступайте осторожно. Мы часто видим разные знаки, или, допустим, осторожно, скользкий пол. Как-то недавно я был в одном месте, вот написано, скользкий пол. Одна женщина залетает, ей на мне срочно, и все, я смотрю, руками замахала, замахала, и приземлилась. Не заметила, или торопилась. Поступайте осторожно. Смотрите, поступайте осторожно. Помните, когда Иисуса Христа не приняли в одном месте, и ученики, это Луки 9, глава 54 стих, видят то, ученики его, Яков и Иоанн, сказали, Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как Илья сделал? А что Иисус Христос ответил? А Иисус Христос ответил, «А я пришел не губить, а спасать». А ученики были готовы как-то сразу вот так, вот ситуация, вот тебя не приняли, у них возмущение внутри. «Итак, смотрите, поступайте осторожного». Взгляд мудрого, он очень такой проницательный. Он смотрит немножко наперед, осторожно, весь путь просматривает, я иду. А вот сейчас я наступлю сюда, что же будет здесь? Какие последствия будут? Он очень ответственный, мудрый христианин, очень ответственный за те возможности, которому Бог дает. Бог посылает возможности. Но я понимаю, что за всякой возможностью есть ответственность, за всякой возможностью. Осторожный. Помните, когда в Гефсиманском саду, когда вот все воинство пришло, и тоже ученики воспылали, «Господи, не ударить ли нам мечом?» И выхватывает один человек меч, отсекает ухо. А Господь говорит, «Не-не-нет, все уберите, все уберите, неужели мне не пить чашу?» И здесь Христос как бы отрезвляет учеников, «Нет-нет-нет, неправильно вы мыслите, вы мыслите неправильно». Казалось бы, справедливо, мы мыслим справедливо, хотим поступить по справедливости, «Итак, смотрите, поступайте осторожно». Мне очень дорог примеры из Ветхого Завета. Вот как поступал Давид и Саул. Вот взаимоотношения Давида с Саулом. Давид играет, вот свой талант, весь показывает на арфе, вот на гуслях играет. И тут Саул берет копье и бросает в Давида. Казалось бы, по закону мог Давид взять и вернуть копье назад. Думаю, Давид бы не промазал. Око за око, зуб за зуб. Раз ты хочешь моей смерти, я ни в чё не сделал. Ну давайте, вот я назад тебе верну его. Мы читаем дальше, когда вот в стан заходит с Овесой Давид. Вот они пришли в шатер Саула. Вот Саул спит. И Овеса говорит, Давид, можно вот я не повторю удары, вот прям к земле его сейчас. Мог бы Давид сказать, ну Овеса, ну как хочешь, как хочешь поступай здесь. Вот мог бы не говорить ни да, ни нет даже. И думаю, Овеса бы сделал выбор. Нет, он его удерживает. Почему? Вот Давид, ну казалось бы, ну по закону нет. Помазанник Божий. Давид смотрит немножко дальше. Поступайте осторожно. Поступайте осторожно. Мы помним ещё чуть-чуть дальше в древность Исаак. Когда написано, копали колодец, нашли колодец воды живой. И приходят пастухи герарские, говорят, наша вода. Что делает Исаак? Вот собирает всё своё, огромный стадо, шатры. Ведь это очень долго всё расставлять, копать, всё устанавливать. Нет никакой, вот пришли никаких гостиниц, всё надо установить. Они собирают всё, идут дальше. И раз, и два. Почему не вступает в конфликт Исаак? И в конце мы видим, что это заметили и пришли главные военачальники, и они говорят, мы ясно увидели, что с тобою Господь. А почему? Очень осторожно поступал Исаак. Понимал, что за всякой возможностью следует ответственность. То есть, если сейчас я поступлю так, пойду на, может быть, во войну, может быть, и победа будет, что будет дальше? Нарушится мир. Нарушится мир. И никто потом не скажет, мы ясно увидели, что с тобою Господь. Никто не подумает, так сказать. Мы ясно увидели, что с тобой Господь. Итак, вот первое, когда христианин мудр, можно увидеть мудрого христианина, он поступает осторожно. Он никогда не поспешен в своих речах что-то выпалить, сказать, сказать что-то колкое, или сделать что-то. И прежде подумает. И мудрый христианин всегда помнит об ответственности за возможность. Время наше идет, и мы перейдем к второму. Второй детали, которая здесь отмечена, вот как определить мудрого человека, написано, дорожа времени. Сегодня масса книг по тайм-менеджменту, как правильно свое время упорядочить. И христиане тоже где-то в этом участвуют, где-то вот как правильно все вот... И это неплохо. И это неплохо, когда у нас какой-то порядок есть в жизни. Но все-таки о чем здесь говорит апостол Павел Ефесянам? Дорожа временем, потому что дни лукавы. Что закладывается в этот смысл? Дорожа временем. Я думаю, что всем знакомы, да, вот эти выражения, что вот время, деньги, пословица есть такая. То есть все вот понимают, что самое дорогое у меня время. И вот даже, допустим, человек говорит, ну мне сейчас некогда, да вообще я сильно занят. Этим как бы хочет свою значимость подчеркнуть. У меня вообще нет времени. Вот человек как бы на какую-то ступеньку себя поднимает. Он настолько занят, настолько загружен. И мы думаем, да, это действительно человек очень, очень такой, да, значимый человек. Нету времени у него. Но давайте посмотрим вот на этот текст более внимательно. Дорожа временем, потому что дни лукавы. Что значит вообще время? В греческом языке время делилось на два понятия. Хронос и кайрос. То есть хронос – это последовательный вот хронологический ход времени. То есть вот день за днем идет, время, часы идет. Это идет хронос. Принедленная хронология, смена дней. Вот идет хронос. А что же такое кайрос? А кайрос – это время теперь. То есть верный или благоприятный момент, или точнее даже сказать, подаренные Богом мгновения. И в этом тексте стоит именно слово кайрос. Дорожа кайросом. То есть дорожа Богом, подаренными мгновениями. Дорожа Богом, подаренными мгновениями. То есть вот у удобного момента, у него короткое время. Короткое время. А что же такое слово «дорожить»? Мне стало тоже интересно, думаю, дорожить, как все-таки вот в корне этого слова, что оно вот изначально значило. Дорожить слово, если посмотреть в греческом его и проанализировать, то оно значит как бы удачное или недорогое приобретение, или в смысле «отхватить». Вот идет какой-то поток мимо нас, и мы должны отхватить. Отхватить. Отхватывайте моменты или отхватывайте Богом подаренные мгновения. Такая мысль здесь. В прошедший четверг вот смотрю, брат очень на спевке такой возбужденный сидит, что-то в телефоне. Я говорю, что-то случилось? Нет. Он говорит, я в магазине, вот проходят определенные акции, и вот несколько товаров, всего несколько коробок, и я вот слежу целый день, слежу, слежу, и как только вот они появляются, я раз и бронирую их. Вот как бы отхватывает момент, отхватывает момент. Вот ждет, ждет, вот я все, и доволен, и радостный он, и прямо так сильно хвалился. Ну, вот чтобы понять смысл слова «дорожите временем», отхватывайте Богом подаренные мгновения. Либо еще можно сравнить так, вот все мы знаем, что вот когда форель заходит на нерест, а заходит она в усть рек, в общем узкие, узкие речушки, и медведи знают это. Вот чтобы хорошо покушать, вкусно, хорошей рыбкой, то медведь подходит вот к устьям вот этих рек, ищет, где выступы, и встает и ждет, и ждет. Вот когда в какой-то момент рыба подпрыгивает, чтобы дальше, дальше по устью, и он в этот момент неуклюжий, вот этот большой медведь, бросается и хватает ее. Вот. Задача его вот четко, четко ждать, вот когда же выпрыгнет рыбка, когда же выпрыгнет, и в этот момент схватить ее. «Дорожа временем, потому что дни лукамы». О чем здесь говорит апостол Павел? Что в жизни каждого человека есть время. Хронос, да, мы живем у него. Мимо нас. И вот Павел здесь показывает, что вообще время, оно не наше, а время, оно Божье. Бог нам подарил время. И вот как бы поток времени проносится мимо нас, и мы можем просто спокойно на него смотреть, спокойно и проводить свою жизнь. А время течет, и убегают. И убегают эти моменты, Кайрос, в нашей жизни. И много их убегает. И мы даже не обращаем внимания, ну, убежали эти моменты, убежали. А мне некогда, а я занят. У меня много своих дел. А Богом подарены мгновения, которые нужно всматриваться и смотреть, где они. Бог для каждого из нас приготовил эти моменты, Кайрос. Приготовил Богом определенные мгновения. И наша задача успеть удачно отхватить эти моменты. И тогда наша жизнь, она будет в гармонии с Богом. Вот то, что Бог, воля Божия нас, какая, чтобы мы исполняли волю Его, в послушании ходили Его, использовали это время, Кайрос. Апостол Павел Колоссянам интересное место пишет. Со внешними обходитесь благоразумно, пользуясь временем. И здесь опять же стоит слово Кайрос со внешними. Обходитесь благоразумно, пользуясь удобными моментами, которые Бог вам посылает. Бог посылает тебе момент встречи с каким-то человеком. Что ты ему скажешь? Засвидетельствуешь ты ему? Скажешь ему доброе? Скажешь, что ты христианин? Или что он о нас узнает? Вот моменты, которые Бог допускает в нашем пути, их действительно нужно замечать. И не все христиане способны это видеть. Люди, тем более христиане, не способны замечать моменты караи в своей жизни. А многие не способны. К сожалению, и я к своему стыду анализирую свою жизнь, вижу, сколько моментов Кайрос я упускаю Богом, подаренных мне мгновений. А я их не смотрю, как Богу подарены мгновения. А я смотрю на них, как хронос. Да, это все. Ну и завтра будет, и послезавтра будет все. То же самое. Хотелось, братья и сестры, чтобы мы могли в своей жизни рассчитывать на такие моменты. Вот, и использовать их. Вот самый большой пример к нам для нашей жизни – это Иисус Христос. Вот удивительно, Христос планировал свое время на незапланированной встрече. Вот, считая жизнь Иисуса Христа всего какие-то три с половиной года, мне кажется, что Иисусу Христа было столько много времени. Откуда? Несмотря на то, что путь Иисуса Христа был четко спланирован Богом, воля Божия была, все расписано, все, что нужно делать, все, что нужно делать. А сколько у Христа было моментов, Кайрос, и Христос их каждый раз использовал. В Марка 10 главе, 49 стихом мы читаем такой стих, когда, помните, слепой Вартимей кричит «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» «Иисус, помоги мне!» И вот такие великие слова Евангелия мы читаем. И Иисус же что? Остановился. И Иисус остановился. Для меня настолько дорог в Иисусе Христе этот момент. Вот я, бывает, как заводной, бегу туда, туда не замечаю совсем. А кто-то говорит «Слушай, ну выслушай меня просто!» Или «Помоги мне!» Или нуждается в чем-то. А мне некогда, я занят. Мой хронос настолько меня закручивает. У меня много дел, у меня много больших дел. А вот Иисус Христос, Который решал проблемы мира, мировые проблемы, вот такие слова в Священном Писании мы читаем, «И Иисус же остановился». Вот. Иисус Христос, как вот истинно свободный человек, мы уже с вами об этом говорили, Которому вот неведомы недостатки времени, вот который вот волнение, как будто не испытывает волнение, то что вот, не, ну подождите, я не успеваю. Вот я не успеваю. Ученики, столько наивных вопросов задают ученики, подходят к нему, и разные вопросы, казалось бы, ну, что за вопросы? Зачем? А Иисус Христос кротко и с любовью отвечает на всех, на всех их отвечает. И один момент я хотел пометить, вот в этом «Дорожите временем», «Выдели время для остановок, и станешь свободнее». Выдели время для остановок, и станешь свободнее. Опять же, здесь хотел привести пример Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисус Христос всегда находил время для молитвы. Мы сегодня уже с вами слышали о важности молитвы в нашей жизни, о том, что молитва помогает нам переосмыслить, самопроверку, духовный самоанализ провести. То есть молитва положительно рассказывается на нашей духовной жизни. Именно вот в тихие часы мы опритаем внутренний покой, в котором нуждается мир. В тишине мы можем вот правильно анализировать, вот правильную взаимосвязь вещей, учиться отличать важное от второстепенного, учиться вот различать время кайрос, время, когда Бог определенные мгновения нам посылает, желая использовать нас. А когда Иисус Христос хотел сделать большие дела, большими поручениями стоял, то мы читаем, Он всю ночь проводил время в молитве. Иисус Христос, откуда у тебя было время? Где ты находил эти часы? Мы их не можем найти. Мы так заняты. Нам хочется восьмой день в неделю, двадцать пятый час в сутки. Где-то хочется еще найти время. Порой раз говорим, мы вообще некогда нам, я просто занят. Посмотри на меня, какой я. Я вот это, вот это, вот это. И мы начинаем перечислять и объяснять человеку. Но когда мы смотрим на жизнь Иисуса Христа, Христос как бы расставляет приоритеты. Друг дорогой, побудь больше времени со мною, в общении со мною. И ты научишься отличать важное от второстепенного. Что на данный момент тебе важно? И Христос вот как бы ждет, чтобы мы сели, вот подобно вот этот мишка, который вот ловил эту форель. Вот сели у потока вот этого времени и ждали, вот оно время Кайроса для меня. Да, нужно пользоваться. Нужно воспользоваться этим временем. А может быть, выразится это по-разному. Это может выразиться в свидетельстве. Может выразиться в какой-то помощи. А иногда время Кайроса может выразиться и в молчании. И в молчании, когда мысли может промолчать где-то в ответ на что-то, на какие-то упреки в адрес нас. Где-то мы кротко и скромно промолчим. Время Кайроса для каждого человека и оно есть. Один момент еще хотелось вспомнить в Священном Писании. Матфея 25, глава 37 стих. Тоже удивительный текст написан. Иисус Христос повествует. Вот придут ко мне многие и скажут. И Христос говорит, я им скажу, вот благословенные вы. Вот когда я был голоден, вы накормили меня. Когда я жаждал, вы напоили. Я был в темнице, вы посетили меня. Тогда все они скажут ему, когда? Господи, мы тебя не видели таким. Когда это было? А Христос говорит, то, что вы сделали одному из меньших, то сделали вы мне. Вы были мудры. Вы использовали время Кайрос в своей жизни. Бог давал вам эти моменты, и вы их разумно использовали. И тут же Иисус Христос приводит другую параллель. Те, которые не использовали время Кайрос, им казалось, ну что эти нищие, пусть идут и работают. В темницу зачем туда идти? Для чего? И Христос говорит, отойдите от меня. Говорит, ну когда мы тебя, где мы, мы не видели тебя. А Христос говорит, а я был с вами. Я давал вам время Кайрос, каждому из вас давал, а вы это время не замечали. Вы не дорожили временем, не дорожили, не отхватывали эти моменты, которые я давал в вашей жизни. И последнюю мысль, которую хотелось сказать, может быть, даже две мысли. Одна мысль вот здесь написана так, потому что дни лукавы. Братья и сестры, власть тьмы, она тоже не хаотична, она действует целенаправленно. Вильгельма Буша тоже есть подобная тема, и он говорит, вот дьявол, он как укротитель в цирке, все время хлопает бичом и подгоняет людей, вот чтобы они бежали рысью, чтобы у них не было времени задуматься, все время бежали, бежали и бежали и куда-то стремились, чтобы не было времени для остановок. И один из самых, может быть, тяжких грехов последнего времени Иисус Христос говорит, как было до потопа, так и в пришествии дня Сына Человеческого, что будет, и не думали, и не думали. Братья и сестры, дорогие друзья, давайте мы свою жизнь проанализируем, как часто мы в своей жизни делаем остановки и думаем, действительно думаем, проверяем самоанализу свою жизнь, подводим к самоанализу, насколько моя жизнь она перед Богом, какая она, мудро ли я провожу свою жизнь, использую ли я время Кайрос, когда Иисус Христос выносит суд Иерусалиму, то что он говорит? Плачет Иисус, говорит, ты не узнал времени посещения моего, вот слово время, тоже стоит слово Кайрос, наступил определенный решающий момент времени для всего народа израильского, и они не узнали его, вот время посещения в жизни каждого человека наступает, так же Бог каждого зовет к покаянию, вот наступает время Кайрос в жизни каждого человека, Бог говорит, вот сегодня твой день, сегодня тебе шанс, а мне кажется, до времени хронос еще много, моя жизнь еще долгая, я все успею, но никто не знает, братья и сестры, будет ли еще моменты Кайрос в нашей жизни, никто из нас не знает, вот если Бог побуждает нас воспользоваться моментом, признай себя грешником, обратись ко мне, друзья, это великая Божия благодать и милость ко мне, Бог в данный момент дает мне мгновение, Бог посылает мне время Кайрос, сам Бог Святой, Великий лично ко мне обращается, пусть если кто-то из нас услышит этот голос, услышит, что вот сейчас Господь зовет, друзья, хватаем эту возможность и идем к Иисусу Христу и говорим, Господи, спасибо, что Ты меня зовешь, спасибо Тебе, прости меня, я хочу Тебе служить, я хочу исполнить Твою волю, я хочу еще, чтобы Ты в моей жизни допускал много Кайросов, много мгновений, чтобы быть послушным, чтобы Ты мог формировать меня, формировать меня как мудрого христианина, да поможет наш Господь, братья и сестры, благословит каждого, быть мудрыми христианами, поступать в нашей жизни осторожно и дорожить временем, аминь, помолимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok